Кровоток в артериях – это канал, на который стоит подписаться, если вы интересуетесь артериальной структурой и функцией, теоретическими и практическими аспектами. А эта рубрика призвана натренировать точную интерпретацию тонов Кроткова при профессиональном аускультативном измерении артериального давления. Рубрика состоит из пары дюжин упражнений. Каждое упражнение состоит из трех этапов. Вначале вы наблюдаете за ртутным столбом, слушаете тоны Кроткова и записываете свой результат. На втором этапе происходит разбор увиденного и услышанного и обосновывается правильный ответ. На третьем полученный навык закрепляется. Для упражнений рекомендуется использовать наушники. Это эквивалентно хорошему фонендоскопу. Можно использовать усиление громкости динамиков, но нет гарантии, что, допустим, на смартфоне вы услышите все тонкости. В общем, лучше найдите наушники. Потребуется также блокнот и карандаш, либо что-то удобное для вас, чтобы записать результат. Итак, упражнение номер один. Первый этап. Пожалуйста, запишите ваш результат. Второй этап. Используя программу для редактирования звуков, позволяющую увидеть графическое их представление синхронно с фрагментом видео, мы можем заметить, что вначале присутствует несколько нерегулярных звуков. Вот этих. Их принимать во внимание не нужно. Это артефакты. Регулярные тонны, расстояния на графике, между которыми одинаково, начинаются вот отсюда. Многие привыкли округлять значение давления и могли бы назвать здесь систолическое давление 150 или 145, но мы же с вами тренируем точное измерение. Поэтому округлять не надо. Первый тон звучит на уровне 148 миллиметров ртутного столба. Нужно смотреть по верхнему краю мениска ртути. Еще раз, несколько раз прослушаем. Хорошо. Теперь диастолическое давление. Соответственно, мы ищем последний тон. Чуть-чуть пошире. Так. Вот он. Вот он. Можно немного увеличить, чтобы было лучше видно. Вот так. Последний регулярный тон находится на уровне 88 миллиметров ртутного столба. Теперь повторим еще несколько раз прослушивание. В наушниках слышно лучше. Итог. Правильный ответ 148 на 88 миллиметров ртутного столба. Третий этап. Закрепляем навык. Поехали. Поэтому. Выше время успешно запущено model. Несмотря на то, что осциллометрические устройства постепенно вытесняют ускульдативную технику, этот навык вам может потребоваться, чтобы проверять их точность. Не пропустите остальные упражнения. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok